Я здесь родился, на этой улице, на улице Карла Маркса. И это самое любимое место. По ней приходилось и ходить, и бегать. И на ней я сам учился на маленьком велосипедике по деревянным улицам кататься, а потом и своего старшего сына учил. Великолепный был двор. Зеленый, с березами, со скамеечками. Я помню, двор даже лучше, чем дом, потому что мы все лето и всю зиму, с утра до вечера, гуляли там. Это вот первые мои пять лет жизни с 1950 года и по 1956 примерно. Три-четыре года с историей только знакомишься. Кстати, вот познакомился с историей по этой книге. Наталья Кончаловская «Наша древняя столица». Отец мне ее купил, и здесь на Карла Маркса мы ее вместе читали с матерью и с отцом. Может, поэтому я и стал историком. Я помнил все культурные места вокруг. Слово «культурное» я тогда тоже не употреблял. Рядом здесь был Кривический музей, и лежало на полянке перед ним остатки сбитого немецкого самолета, по которому ползали, фашистского самолета. Затем рядом находился нынешний Марфин дом, только теперь он далеко перенесен. И там выступал Александр Вертинский. Меня родители показывали. Наиболее интересными объектами, конечно, была кирха. Она доминировала над всем. Тогда это не кирха, а, по-моему, спортивная школа. Сейчас вот она обрела орган, ну, еще в советские времена, еще от ГДР орган, к месту. Все стало на свои места. Очень любили здесь ходить в цирк. И тогда, когда я был совсем маленький, когда жил подальше в глубине, и тогда, когда жил вот здесь, прямо за кирхой, уже водил собственных детей. Цирк был тоже среда того, чем к культуру. Кроме того, мы всегда с уважением относились к тем, кто жил вот в этом доме специалистов. И здесь жили те, кто меня учил. А потом я уже воспринял их эстафету. Тут я уже зрело стал понимать, что я живу в городе с большой историей. По-настоящему. И оценил набережную. Потому что набережная тогда была в моем детстве в 50-е годы деревянная, парапет. В 60-е годы она оделась бетон и гранит. Река была живой, очень живой. Пароходов было десятки. Поэтому выйти вот здесь в Сорнабережную и посмотреть, какой пароход идет, какой приходит, какой уходит. Ведь треть жителей была связана с морем. С самого детства только научились говорить и ходить, как чуть погода более-менее тепленькая. Даже солнца нет. Мы говорили, вот, солнышко, все проще. Все равно папа, мама, давайте на пляж. Тут свобода, тут ветерок, тут можно покупаться. Это мечта была. А в школьные годы мы после каждого экзамена, даже государственного экзамена в 10-м классе, всем классом бежали сюда на пляж купаться. Народу было немеренно. Зимой всегда приходили на пляж, здесь были сделаны специальные прорубы и полоскали белье. Потом оно было все замерзшее. Вот настоящая зимняя свежесть. Все главные праздники были с ней связаны. День военно-морского флота. Вот в том месте всегда происходила высадка десанта. Великолепно смотрелось, когда приходил Барк Седов на праздники. А зимой здесь спортивные состязания на набережной. В общем, для нас, для северян, дух города – это прежде всего река. Надеюсь, что как раз это наша могучая река и поможет Архангельску сохранить свой дух и восстановить свою былую историческую, культурную, экономическую славу. Редактор субтитров А.Семкин